Это наше старое костровище В прошлый раз мы его засыпали аккуратно На этом же самом месте мы будем сжечь новый костер Чтобы не разбрасывать мусор Вот мы подготовили наше костровище Приготовили дрова На которых мы будем жарить Сосиски Вот у нас место для костра Я собрал щепки, обрывки коры Чтобы как бы ложе было для костра Место, на котором мы будем размещать наш костер Способов разведения костра есть великое множество Как я помню, нас учил наш кружковод Ариношкин Петр Григорьевич О, снежок пошел, прикольно Что он обычно делал Он делал всегда просто, кстати, он делал даже без ножа Он делал это топором То есть делал большое количество щепы То есть это тот самый растопочный материал Соответственно дрова нужны для этой щепы Я обычно подкладываю под колено себе небольшое бревнышко Я его специально оставил Кладу туда перчаточки свои флисовые Чтобы коленку не застудить И упираюсь коленом одним Разгружаю ногу Это, как говорится, удобство при разведении костра Что мы видим? Я наделал достаточно много щепы Вот такая у нас красивая ажурная щепа Дальше мне нужно заготовить Либо веточки вот такие тонкие, они сухие Мы делаем шалашик Костер типа шалаш Один из самых распространенных Самая мелкая щепа Это может быть мох Это может быть кора Это может быть труд Что-то мелкое, быстро воспламеняющее Потом идут веточки покрупнее Или щепа Или палочки покрупнее И дальше уже идут какие-то более серьезные дровишки Мелкие поленца Чем лучше вы подготовите ваш костер Тем проще вам будет при его разведении Вот сейчас я эту палочку разложу на щепу потолще Вот таким вот образом топором либо ножом Мы делаем щепу покрупнее Укладываем ее Весом чуть-чуть Вот видите С каким интересным звуком она рассаживается В целом я подготовил уже Считаю, что этого будет вполне достаточно Я попробую вспомнить старые времена Как говорится И разжечь костер с одной спички Посмотрим, что у меня из этого получится Это какие-то охотничьи спички Они у меня уже хранятся, не соврать, лет пять, наверное Они идут вот в таком герметичном чехле Шесть спичек и черкаш Сейчас я попробую ими воспользоваться Все Она у меня герметичная Ничего Вот сейчас поднялся ветер Наши условия приблизились К реальным Ветер мне дует спину Что в принципе удобно Я с собой прикрываю костер В особо тяжелых условиях Если у вас есть напарник Вы прям вдвоем вот так вот Прикрывая ладошками Либо плащом, курткой Накрываете себя и костерок Дабы это дело не потухло Спичка одна Типа охотничья Вот разгорается Скажу честно Никогда мне эти спички не нравились Горят они, на мой взгляд, достаточно бестолково Так как щепа мелкая И достаточно сухая Огонь вроде занимается Теперь основная задача Подкладывать бревнышки Щепу Побольше, побольше, побольше И у нас будет полноценный костер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok